Я счастлив стать частью ПСЖ и готов бороться с новым клубом за самые престижные европейские трофеи. Об этом заявил на пресс-конференции в Париже бразильский нападающий Неймар, ставший теперь самым дорогим футболистом в истории. Владельцы Парис Энджермен купили его у испанской Барселоны за 222 миллиона евро. Впрочем, формально Неймар сам заплатил компенсацию за расторжение контракта с каталонским клубом, чтобы не нарушать правила финансового фэйрплей. В деталях перехода бразильца, сценарий которого некоторые СМИ сравнивают с сюжетом мыльной оперы, разбирался мой коллега Данила Махалин. В футбольном мире все меняется чрезвычайно быстро. И вот очередной пример. Фанаты Барселоны, за которую Неймар играл еще совсем недавно, уже показательно сжигают футболки с его именем. В то же время в Париже в продажу поступили футболки ПСЖ с фамилией Неймар на спине и сейчас уже доступны на домашней арене парижан Парк де Пренс. Задолго до открытия магазина с клубной атрибутикой у входа выстроилась огромная очередь из болельщиков, желающих приобрести футболку Неймара. Ничего личного, Лео. Это просто бизнес. Просто бизнес. Большие деньги. Переехал, будет получать огромную зарплату. Главное новость в Европе. Я вот смотрю в свои соцсети. Мои однокурсницы, которые отродясь футболом не интересовались, выкладывают фотографии с Неймаром и его зарплатой. Это же... Нам есть о чем порассуждать. Болельщикам есть о чем почитать. Все радуются. В инстаграме Месси и Суарес уже выложили записи, где желает Неймару удачи в новом клубе. А сам бразилец в том же инстаграме поблагодарил всех, кто помогал ему в течение всего периода нахождения в Барселоне. Теперь Неймар в Париже, где уже творится настоящее безумие. Вероятно, переход Неймара станет во Франции чуть ли не национальным праздником. Переход Неймара хорошая новость для страны. Вы сами уже все сказали. Это добавит нам привлекательности. Да, это хорошие новости. Хорошие же. Вы рады этому. В связи с тем, что сам Неймар получил за этот переход порядка 50 миллионов евро, в интернете уже появился возможный интерьер его квартиры. Деньги, заплаченные бразильским нападающим Неймаром испанской Барселоне за досрочное расторжение контракта, за гранью приличия. Но его переход во французский ПСЖ вряд ли негативно скажется на европейском трансферном рынке. Тут спрос рождает предложение. Это обычная формула. Еще в начале 21 века о таких суммах даже не могло идти и речь. За известных всему миру Зидана, Креспа или Фигу отдавали не больше 35-40 миллионов фунтов. Долгое время именно эти переходы являлись самыми дорогими. Только 8-9 лет спустя рынок взорвали Поль Пагба и Криштиану Роналду. Я бы все это начинал, наверное, с нулевых, когда перешли Зидан и Фигу один за другим. Это было то время, когда уже было понятно, что итальянцы немножко сходят со сцены, и другие игроки появились крупные. И тогда стало понятно, что, конечно, рынок растет бешеными темпами. Причем каждый раз оказывалось, что, в общем, все выигрыши. Потому что Зидан перешел в Мадрид. Ювентус купил вместо него Недведа, и потом Недвед получил золотой мяч. То есть сумели перестроить игру, а Зидан стал в конечном итоге символом Реала. Все довольны. Дебютный матч за Парижан Неймар может провести уже в эти выходные, выйдя на поле в первом матче французского чемпионата против Амьена. Данила Махалин, Алина Косумова, Вести.